Ковид-19. Вирус, родившийся в Китае, быстро распространился по миру. Не столько физически, сколько информационно он вызвал две совершенно противоположные реакции. Первое – отрицание. Ну а кто-то, наоборот, поддался панике, потому что кажется, что ситуация вышла из-под контроля. Дрожь. Да, конечно. Испуг или беспечность может вызвать недостаток информации или, наоборот, ее переизбыток. Тем более желающих преподнести вам порцию так называемого медиа фастфуда сейчас хоть отбавляй. В интернете есть масса информации о том, что коронавирус – это разработка спецслужб, и его специально вывели для того, чтобы сократить население Земли. Кто-то считает, что это элемент торговой войны между США и Китаем, а кто-то на полном серьезе в следующем месяце ждет нашествия инопланетян. Все это попадает в нашу голову словно мусор, постепенно вызывая панику. Обращайтесь к проверенным источникам, например, сайт Всемирной организации здравоохранения. Психологи советуют читать новости один раз в сутки и не перед сном. Вот еще главное – это собирать положительный опыт. Например, если у вас есть знакомые или родственники в других городах, а может быть даже в странах, которые пережили эту болезнь или находятся на стадии излечения, умножайте эту информацию, рассказывайте об этом другим. А пока вы на карантине и сидите дома, отвлекитесь, продумайте план действий. Попробуйте приготовить привычные блюда по новым рецептам. Переберите вещи, сделайте генеральную уборку. Общайтесь больше с родными. Ну а если вы ходите на улицу, отнеситесь адекватно к мерам предосторожности, о которых говорят медики. Мойте руки, используйте антисептик. Маски одноразовые используются не более двух часов. Если маска многоразовая, марлевая, ее тоже нужно использовать два часа, затем стирать и проглаживать утюгом на максимальном нагреве. Укрепляйте иммунитет, питайтесь правильно и делайте зарядку, но и здесь без фанатизма. Ведь главное – конструктивный взгляд на проблему и позитивный настрой по жизни. Так что, дорогие наши телезрители, пожалуйста, соблюдайте эти простые правила, и все у нас с вами обязательно будет хорошо. Екатерина Серегина, Сергей Козырь и Влад Мошек. Утро нового дня! Субтитры создавал DimaTorzok